здравствуйте дорогие друзья сегодня мы поговорим о таких вещах как чувство вины и чувство жалости из нашего опыта мы знаем что очень многие матери больных детей испытывают чувство вины причем это чувство поглощает их и закрывает им фактически весь обзор весь горизонт они перестают жить они просто вот целиком тонут в этом чувстве вины давайте мы немножко попробуем проанализировать откуда берется это чувство вины и хорошо ли она что она дает откуда она берется во первых очень многие матери склонны обвинять сами себя вот что же я за такая неудачная я вот не смогла я вот не сделала вот у меня такой ребенок в общем она обвиняет себя в том что она как будто сделала что-то неправильно причем происходит это даже в тех случаях когда у нее просто даже не было ни малейшей возможности повлиять на эту ситуацию мать берет на себя всю ответственность в том числе и ту которую она брать просто физически не может то есть она не может ее осуществлять эту ответственность просто почему ну потому что это вот не в человеческом видении например очень часто происходит что окружающие муж там родители родители мужа обвиняют ее и даже если они вслух это не говорят то очень часто она может ловить на себе косые взгляды и понимать что вот они обвиняют ее в том что родился неправильный ребенок то есть опять же все возвращается к тому что она какая-то не такая неправильная чувство вины она очень деструктивное чувство она загоняет мать в состоянии бессилия и состоянии депрессии то есть есть женщины которые просто впадают вот в это состояние вины и уже они себя полностью обесценивают теряют полностью самооценку и в общем практически перестают ощущать себя как самодостаточную личность такие матери просто выпадают из жизни они замыкаются на своем ребенке они день и ночь переживают о том что вот это не так это не так и ребенок сделал что-то не то и вот что сказали окружающие и вот какой ужас вот ребенок истерил в автобусе или он на детской площадке побежал не туда просто ужас ужас и в таком состоянии мать просто не способна адекватно оценивать скажем поведение окружающих то есть например если подходит кто-нибудь посторонний делает матери замечание что ее ребенка ведет себя не так ну в общем нормальная реакция скажем так самодостаточного человека это вежливо объяснить этому самому замечающему что это мягко говоря не его дело и поскольку лично ему не помешали то следует ему пройти куда ему нужно такие матери начинают еще больше комплексовать в общем боятся выходить на улицу боятся выводить детей боятся участвовать в каких-то событиях то есть практически мать попадает в заключение в тюрьму которую в общем-то она сама себе создала этим чувством вины и получается что вместо нормальной жизни она как бы жертвует собой причем собой она жертвует не во благо кого-то или чего-то она жертвует собой просто в угоду вот этому от внушенному чувство вины и неважно откуда оно взялось это чувство вины сама на его себе внушила или окружающие в общем ничего хорошего это чувство не приносит чувство вины заставляет мать принимать глупые решения потому что она руководствуется не объективным благом ребенка и себя она руководствуется вот этим вот заглушить чувство вины то есть это вот главная ее задача потому что она настолько съедает и изнутри что она просто ни на что другое не способна обращать внимание естественно мать которая испытывает чувство вины по отношению к ребенку она не может его нормально воспитывать она не может сказать ему нет она не может сказать ему нельзя она все время идет у него на поводу она не способна поставить рамки она не способна поставить границы и дети у таких матерей они даже там смешивается не очень даже можно понять иногда где у ребенка заканчивается болезнь и начинается просто плохое воспитание то есть скажем а ребенок вот привык например спать с матерью в одной кровати ему давно и по возрасту и по развитию ему давно уже пора спать отдельно но вот мать испытывает чувство вины она тащит этого ребенка к себе в кровать просто почему потому что ну как же он бедный без меня то есть мать опять вот даже она ночью не выспится но она этого ребенка будет держать у себя под боком только ради чего вот ради того чтобы заглушить это свое чувство вины другие примеры есть очень много примеров которые вообще очень вредные даже для ребенка например дети с проблемами желудочно-кишечного тракта с поврежденной поджелудочной им покупаются конфеты и шоколадки просто почему ну потому что мать не может сказать ребенку нет у нее чувство вины по отношению к нему и тогда она говорит ой ребеночка жалко и вот сейчас мы поговорим про второе чувство деструктивная очень который является общем изнанкой чувство вины это чувство жалости почему жалость деструктивное чувство потому что оно подменяет собой любовь к ребенку в чем разница любовь к ребенку она руководствуется благом ребенка объективным благом то есть например мы знаем что ребенок для благополучной жизни развития он должен уметь конкретные вещи он должен уметь вписываться в социум он должен развивать какие-то навыки и собственно все это достигается работы и воспитания в тот момент когда мать говорит ой мне жалко ребенка она фактически перестает работать она перестает воспитывать его она опять же возвращаемся к тому же она не может ему поставить рамки она не может научить его что такое нет что такое нельзя и ребенок из-за этого он просто не может вписаться в социум даже если физически он в общем-то на это как-то способен то есть получается что жалость это в общем-то маска для желания избежать ответственности способ избежать необходимости что-то делать то есть мать которая жалеет ребенка испытывает чувство вины она избегает действий которые могут эту ситуацию изменить то есть жалость это выражение бессилия то есть человек который жалеет кого-то он в общем-то не может помочь этому человеку вот давайте посмотрим например на врачей скорой помощи они иногда должны вынуждены применять очень жесткие меры для того чтобы вернуть травмированного там или заболевшего человека к жизни человеку скажем так постороннему который видит это первый раз и не понимает этих действий это может показаться просто ужасным жестоким но у них просто нет выбора то есть собственно я не буду приводить примеры потому что если я начну это делать то мы до вечера не закончим просто вот каждая должен должна посмотреть что это такое вот помогать то есть помогать не жалея а исходя из блага того кому вы помогаете и то же самое касается ребенка если вы хотите ему помочь вы должны его любить то есть руководствоваться его благом причем не сиюминутным благом а благом на дальний срок то есть вы должны понимать что вот ребенок которому сегодня три года и он истерит в магазине скажем в пять лет он продолжает делать то же самое а теперь представьте что ему будет 30 лет и он будет делать то же самое что с ним будет вот из этого вы должны исходить вы должны делать все для того чтобы ребенок как можно лучше вписался в общество в соответствии со своими возможностями и здесь воспитание оно просто необходимо а воспитание несовместимо с чувством жалости поэтому каждая мать которая реально хочет помочь своему ребенку она должна изжить свое чувство вины изжить свое чувство жалости и руководствоваться именно благом ребенка объективным благом ребенка вот не тем что ах ребенок у меня истерит я ему сейчас куплю конфету он замолчит почему ах мне его жалко теперь естественно встает вопрос что делать с этим чувством вины и с этим чувством жалости это действительно вопрос сложный и скажем так требует от матери серьезной работы над собой в первую очередь здесь помогает самоанализ и честность то есть мать должна задать себе вопрос почему я делаю вот так приносит ли это пользу моему ребенку вот я сейчас в депрессии я сейчас плачу что от этого получил мой ребенок хорошо ли это ему это даже без того чтобы мы оглядывались на саму мать потому что сама мать она тоже личность и она имеет право на жизнь и она имеет право на нормальную жизнь и один из ключиков к решению этой проблемы к избавлению от чувства вины это нужно понять что мы не за все можем отвечать то есть не вся ответственность она наша то есть вот есть вещи которые нужно просто принять то есть вот есть ситуация и и нужно принять а потом уже смотреть как ее можно изменить в лучшую сторону а не винить себя и не взваливать на себя ответственность за то что произошло так сказать вне вообще рамок возможности повлиять на это что собственно происходит в 99 процентах случаев то есть первый этап всегда это принятие и честность самой собой у нас в планах стоит создать медитацию который поможет мамочкам работать над собой в этом плане и и изживать свое чувство вины и свое чувство жалости сейчас до свидания спасибо за внимание